Личность – это препятствие. Вопрос. Как я понимаю, мир – это школа йоги, а жизнь – это практика йоги. Все стремятся к совершенству, а йога – это и есть стремление. Нет ничего недостойного в так называемых обычных людях и их обычных жизнях. Они стремятся так же сильно и страдают так же много, как и йоги. Только они не сознают свою истинную цель. Махарадж. В каком смысле ваши обычные люди – йоги? Их конечная цель такая же. То, чего йог достигает через отречение, обычный человек получает через переживания. Путь пхоги бессознателен и потому полон повторений и растянут, в то время как путь йоги намеренный и интенсивный, и потому может оказаться более быстрым. Периоды йоги и пхоги могут сменять друг друга. Вначале пхога, затем йога, потом опять пхога и снова йога. Зачем это нужно? От слабых желаний можно избавиться с помощью интроспекции и медитации. Но сильные, имеющие глубокие корни желания, надо исполнить и вкусить их плоды, сладкие или горькие. Тогда почему мы так почитаем йогов и говорим пренебрежительно о пхогах? В некотором роде все являются йогами. На человеческой шкале ценностей намеренные усилия считаются достойными восхищения. В действительности, как йоги, так и пхоги следуют своей собственной природе в соответствии с обстоятельствами и возможностями. Жизнь йога управляется единым желанием – найти истину. А пхог служит многим. Но пхог становится йогом, а йог может превратиться в пхога. Конечный результат один и тот же. Считается, что Будда говорил, что чрезвычайно важно услышать от кого-то, что существует просветление, полное изменение и преобразование сознания. Хорошая новость сравнивается с искрой в куче хлопка. Медленно, но неизменно весь он превратится в пепел. Подобным образом, новость о существовании и просветлении рано или поздно приведет к трансформации. Да, в начале слушания, затем удерживание в памяти, размышления и так далее. И это все знакомо. Человек, услышавший новость, становится йогом, а остальные остаются пхогами. До мира было сознание. Мир возник в сознании. В сознании он продолжается и в чистом сознании растворяется. В корне всего лежит чувство «я есть». В состоянии ума мир существует вторично. «Поскольку, чтобы быть, мне не нужен мир». «Это мир нуждается во мне». «Желание жить огромно». «Тем более велика свобода от желания жить». «Свобода камня» «Да, свобода камня и еще много чего». «Свобода безгранична и сознательна». «Разве личность не подразумевает накопление опыта?» «В вашем случае личность — это препятствие. «Отождествление себя с телом может быть хорошо для младенца». «Но настоящее развитие зависит от разотождествления с телом». «Нормально было бы еще в юности избавляться от телесно ориентированных желаний». «Даже Пхог, который не отказался от наслаждений, не должен ждать тех, которые он уже испытал». «Привычка, желание повторения истощает как йога, так и Пхога». «Почему вы продолжаете игнорировать личность, как не имеющая значения?» «Личность — это основной факт нашего существования. Она занимает всю сцену». «Пока вы не увидите, что она всего лишь привычка, основанная на памяти, усиливаемая желаниями». «Вы будете считать себя личностью». «Живущей, чувствующей, думающей, активной, пассивной, довольной или страдающей». «Задайте себе вопрос, спросите себя, так ли это? Кто я? Что стоит за всем этим?» «И вскоре вы увидите свою ошибку». «А сама природа ошибки такова, что она прекращает свое существование, будучи обнаруженной». Йогу живого самой жизни можно назвать естественной йогой, несарга-йога. Она напоминает мне изначальную йогу, адхи-йога, упоминаемую в Рикведе, которая была описана как свадьба жизни и разума. Жизнь, прожитая внимательно, в полном осознании, это не сарга-йога. А что означает свадьба жизни и разума? Жизнь в спонтанном осознании, сознание жизни без усилий, полное заинтересованной своей жизни, все это здесь присутствует. Шар-деви, жена Рамакришны Парамахамсы, обычно бронила его учеников за чрезмерные усилия. Она сравнивала их с плодами манго, сорванными до того, как они созрели. «Зачем торопиться?» — говорила она. «Подождите, пока вы полностью созреете. Станьте сочными и сладкими». Она была совершенно права. Многие принимают рассвет за полдень, краткий опыт за полную реализацию, и уничтожают, то мало чего не достигли, избытком гордости. Смирение и покой — самое важное для садхаки, каким бы продвинутым он ни был. Только полностью созревший джняни может позволить себе полную спонтанность. Кажется, существуют школы йоги, где ученики после получения озарения обязаны хранить молчание 7, 12, 15 или даже 25 лет. Даже Шри Рамана Махарши обязал себя молчать 20 лет, перед тем, как начать учить. Да, внутренний плод должен созреть. До тех пор обучение, жизнь в осознании должно продолжаться. Постепенно практика становится все более и более тонкой, пока не станет полностью бесформенной. Кришнамурти тоже говорит о жизни в осознании. Он всегда нацелен прямо на абсолютное. Да, в конечном счете, все йоги переходят в вашу адхи-йогу. Свадьба в сознании, жениха и жизни невесты. Сознание и бытие, сад-чит, сливаются в блаженстве, ананда. Чтобы возникло блаженство, нужен союз, контакт, утверждение единства в двойственности. Будда тоже говорил, что тот, кто хочет достичь нирваны, должен идти к живым существам. Для роста сознанию нужна жизнь. Мир — это контакт. Сумма всех контактов, осуществленных в сознании. Дух касается материи, и в результате появляется сознание. Такое сознание, захламленное воспоминаниями и ожиданиями, становится обузой. Чистое восприятие не связывает. Но переживание, пойманное между желаниями и страхами, не является чистым и создаёт карму. Может ли быть счастье в единстве? Или любое счастье обязательно требует контакта, то есть двойственности? В двойственности нет ничего плохого, пока она не рождает конфликт. Множественность и разнообразие без конфликтов — это радость. Чистое сознание — это свет. Для тепла нужен контакт. Над единством бытия находится союз любви. Любовь — это смысл и цель двойственности. Я приёмный ребёнок. Я не знаю своего родного отца. Моя мать умерла, когда я родился. Мой приёмный отец, чтобы угодить моей приёмной матери, усыновил меня почти случайно. Он простой человек. Владелец грузовика и шофёр. Моя мать присматривает за домом. Мне двадцать четыре года. Последние два с половиной года я путешествую, потеряв покой. Всё время в поиске. Я хочу жить правильной жизнью, святой жизнью. Что мне делать? Поезжайте домой. Займитесь делом своего отца. Помогайте родителям, когда они постареют. Женитесь на девушке, которая вас ждёт. Будьте преданным. Будьте простым. Будьте смиренным. Спрячьте свою добродетель. Живите тихо. Пять чувств и три качества, гуны. Это ваши восемь ступеней йоги. А я есть великое напоминание. Маха мантра. От них вы можете научиться всему, что хотите знать. Будьте внимательным. Не прекращайте самоисследования. Вот и всё. Если простая жизнь освобождает, то почему тогда все не освобождены? Все находятся в процессе освобождения. Важно, не какую жизнь вы живёте, а как вы её живёте. Идея просветления имеет важнейшее значение. Простое знание того, что такая возможность существует, полностью меняет мировоззрение. Оно действует, как горящая спичка в куче опилок. Все великие учителя действовали только так. Искра истины может сжечь гору лжи. Обратное тоже верно. Солнце истины сокрыто за облаком самоотождествления с телом. Такое распространение знаний о просветлении кажется очень важным. Слова о просветлении являются его обещанием. Встреча с гуру – гарантия освобождения. Совершенство даёт жизнь и творит. Реализованный человек когда-нибудь спрашивает себя, «А я реализован?» Его удивляет, когда люди почитают его? А разве он не считает себя обычным человеком? Необычным и не исключительным. Просто чрезвычайно осознанным и любящим. Он воспринимает себя, не предаваясь самоописанию и самоотождествлению. Он не осознаёт себя, отделённым от мира. Он и есть мир. Он полностью отдал себя, подобно очень богатому человеку, который постоянно раздаёт свои богатства. Он не богат, поскольку у него ничего нет. Он не беден, поскольку всегда отдаёт с радостью. У него просто нет собственности. Реализованный человек лишён эго. Он утратил способность отождествлять себя с чем-либо. Он лишён местоположения. Он за пределами пространства и времени. За пределами мира. Он за пределами слов и мыслей. Для меня это глубокая тайна. Я простой человек. Напротив. Это вы глубокий, сложный, загадочный, трудный для понимания. По сравнению с вами я – сама простота. Я то, что есть. Без какого-либо разделения на внутреннее и внешнее. Моё и ваше. Хорошее и плохое. Я есть то, что и мир. Мир есть то, что я есть. Как так получилось, что каждый человек создаёт свой собственный мир? Когда несколько человек спят, каждый видит свой собственный сон. Только по пробуждению возникает вопрос о различии снов. Исчезает, когда становится понятно, что это были просто сны. Нечто нереальное. Даже сны имеют источник. В памяти. И даже тогда то, что вспоминается, это просто ещё один сон. Память о ложном может сотворить только ложное. Сама по себе память не является чем-то плохим. Ложное – только её содержимое. Помните факты, но забудьте мнение. Что такое факт? То, что воспринимается в чистом осознании и не затронуто желаниями и страхами. Это факт. Продолжение следует...